Всем добрый вечер, всем шалом. Мы сегодня продолжим наше изучение законов мукцы. После того, как мы с вами на прошлом уроке разобрались с центральной самой мукцей, которая самая мукцая, это мукцей Мехамад Гуфо или по своей сути, то сегодня мы разберем с Божьей помощью два вида мукцы. Это мукцы Мехамад Хесрон Кис, мукцы, которые называются мукцей из-за той ценности, которую человек ей к этому предмету дает, или, как ее переводят, мукцы из-за ценности предмета. То есть ее так переводили. А также мы разберем баси следовара ассур, то есть то, что называется основа для запрещенной вещи. То есть когда запрещенный предмет кладут на какой-то разрешенный предмет, и он запрещается и становится тоже мукцей. Эти две вещи, которые мы сегодня разберем, и начнем с первой. Итак, мукцы Мехамад Хесрон Кис. Мукцы из-за ценности. Есть правило. Правило говорит так. Все ценные вещи, которых нет никакого использования в шаббат, то есть с ними в шаббат просто нечего делать. И обычно человек следит за ними, чтобы не сдвигать их со своего места и не использовать их ни для чего, кроме их прямого назначения. Почему? Для того, чтобы они не испортились, чтобы они поломались и так далее. Являются по определению мукцы Мехамад Хесрон Кис. Или мукцы из-за своего ценного значения. Например, давайте приведем пару примеров. Например, особые ножи. То есть, да, допустим, нож Шохета. Шохет очень сильно и кровоскорпулезно следит за своим ножом. По причине того, что любая зазоринка нехорошая на его ноже приводит к тому, что то, что он будет резать, будет трепа. Поэтому Шохеты очень сильно следят за своими ножами. Естественно, масло мазать этим ножом они не будут. И нарезать им хлебушек тоже. Они будут использовать только-только для специального действия. Поэтому их нож Шохетов называется мукцы Мехамад Хесрон Кис. Или, то есть, это пример. То есть, Кмарак, кстати, приводит пример. Приведем еще примеры. То есть, например, музыкальные инструменты. Человек музыкальные инструменты в возле забивать не будет. Он будет их держать вместе, то есть, в своем, в бутлярах и так далее. И расчехолять их и использовать только по прямому назначению. А не для чего-либо другого. Или, например, возьмем телефон, смартфон. Смартфон никто не будет использовать, как ни напрямую. Гвоздин тоже забывать никто не собирается. И не использовать и не по прямому назначению тоже нет. И человек как бы бережет его, чтобы он не испортился. Потому что он, если не дай бог, упадет, экран разобьется, экран разобьется. Это много денег. И телефон ушел. А также, например, всевозможные, то что называется, айпады и так далее. То есть, все это является ни в чем, как мукциями, хаматхи, срункистом. Человек какой-нибудь не будет ни для чего это использовать. Также фотоаппараты туда заходят, миксеры и так далее. То есть, возможно, вещи, которым нечего с ними делать в шаббат. С другой стороны, человек не будет использовать ни для какой-то другого деятельности, кроме их прямого назначения. И он следит за их сохранностью. Причем в этом случае нельзя использовать эти предметы, переносить и что-либо с ними делать, даже если мы собираемся сделать что-нибудь разрешенное. Например, взять и положить телефон на бумагу на какую-нибудь, тогда что бумага не разлеталась. Даже это будет запрещено. Почему? Потому что это мукциями, хаматхи, срункистом. То есть, когда мы дойдем к благопомощному следующему уроку или клещем лахту лису, то есть предмет, предназначенный для запрещенной деятельности, там мы узнаем, что их, да, можно использовать для разрешенных деятельностей, но это когда они не являются клещем мукциями, хаматхи, срункистом. В нашем случае, когда мы говорим, что мукциями, хаматхи, срункистом, когда человек скурпулезно за этим следит, чтобы ни для чего использовать, нельзя их использовать даже для того, чтобы положить на бумагу, чтобы не разлеталось. Более того, еще пример хотите? Например, ткань. Человек сделал ткань, отрезок тканями, и эту ткань он очень сильно хранит, чтобы, не дай бог, она не заляпалась, не испортилась и так далее. С ней нечего делать шаббат. Допустим, он хочет с нее обернуться, то есть доукутаться в эту ткань, ему нельзя будет шаббаты сделать по причине того, что это мукциями, хаматхи, срункистом. Окей. Сюда входят также деньги, допустим, денежные купюры, являются ничем иным, как мукциями, хаматхи, срункистом. Как вы понимаете, с ним нечего делать. Документы, туда отзывут, например, водительские права. Все это сюда. Кредитная карточка, с ней нечего делать. То есть даже если вы можете им масло намазать, все равно будет запрещено, потому что обычно нормальные люди масла не мажут кредитной карточкой. Может быть, кредитную карточку используют как, допустим, линейку, но это уже после того, что кредитная карточка вышла из пользования, она уже недействительная. Кстати, банки советуют уничтожать, а не оставлять. И так далее, так далее. Проездной на автобус, он тот же мукци, хаматхи, сонкист. Что еще? Марки. То есть, да, марки тоже человек не использует. И так далее, так далее. Кстати, даже особая бумага для письма. Если у человека есть особая бумага для письма, которую он использует только для этого и не для чего другого, то она тоже станет мукци, хаматхи, сонкист, включая бумагу для принтера. Бумага для принтера, если она используется только как бумага для принтера, то тоже пойдет туда же. Но с ней нечего делать. И в это же входит не только... То есть, это все вещи, которые, скажем так, вещи, которые ценный человек не использует. Их не для чего другого. Есть также вещи, которые являются мукци, хаматхи, сонкист, но определение у них немножко другое. То есть, те вещи, которым выделяет особое место и не сдвигают их с того места из-за опасения, что они будут испорчены. Например, картины. Картины на стене, которые висят, они являются мукцами. Их в шаббат передвигать, поправлять, двигать и в разные места тоже нельзя. По причине того, что они мукци, хаматхи, сонкист. Или, например, настенные часы. Или часы, которые стоят на полу. Не знаю, есть, помните, у него такие часы огромные, которые стоят на полу, в котором стоят особое место, с кукушкой там или бомбят. То есть, тоже будут туда же. Куда написал бы штабура. Интересно, интересно стоит знать, что, например, шкаф, шкаф платяной. Если, то есть, его не передвигать. А просто, знаете, передвигать часто шкаф платяной, он приведет к чему? К тому, что шкафы или мебель рушатся, если двигать очень часто. Кто не знает. Таким образом, люди предпочитают их не двигать. И тогда весь шкаф превращается тоже в мукцы. И в шаббат его двигать нельзя. О! А можно ли открывать шкаф дверь и класть туда что-либо? Можно. Потому что шкаф мукцы, но внутренности его не становится мукцей. То есть, его двигать нельзя, но можно в него вскладывать. Это так выходит. Кстати, вещи, которые человек, да, использует шаббат, несмотря на то, что они очень ценные, они могут быть очень дорогие, ценные человек их бережет, но он, да, может использовать шаббат и не использует, в них, естественно, запрета мукцы нет. Я имею в виду, например, золотые часы. То есть, золотые часы, дорогие очки и так далее, и так далее. Все эти вещи, несмотря на то, что человек заботится о их сохранности, они и бережет их из-за того, что их и можно использовать в шаббат, и они используются в шаббат, в них нет запрета мукцы. Есть еще интересная вещь. Например, так выходит в Бетюсейфе, например, посуда, одежда и всевозможные товары, которые предназначил человек на продажу. Человек продает, допустим, они лежат в магазине, и они тоже превращаются в мукцы. Или не только в магазине, они могут лежать у человека дома на продаже, с ним кто-то знает. Раньше люди, то есть в 90-х, скажем так, веселых 90-х, в начале веселых 90-х, потом уже было продолжение, я думаю, 90-х тоже, просто меня уже не было продолжение 90-х в бывшем Советском Союзе. Было такое понятие, люди занимались так называемым бизнесом, челночьем, то есть привозили товары, то есть ездили в Польшу, ездили туда-то, и сюда, привозили, были эти сумки, баулы, и продавали на рынке, или там в киосках, и так далее, всевозможные вещи. У многих людей, которые этим занимались, эти все товары стояли дома, то есть, да, и вот эти вот товары становились мукцы. Почему? Они мукцы, когда человек, скажем так, заботится о том, чтобы никто не пользовался этим товаром, то есть потому, что он должен оставаться новым. И по этой причине человек оберегает и не использует ни для чего. Но, кстати, если человек захочет и скажет, что да, несмотря на то, что это товар, он на продажу, но у меня, мне все равно будут его использовать там один, два, три раза, или не будут, то он уже мукцы не будет. Именно у этого человека. Кстати, к еде это не относится. Именно к еде этот вопрос не относится. В еде нет такой проблемы, потому что в еду в принципе принято, что любая еда, которая есть у человека, даже на продажу, то если ему надо, он шабаб ее может взять и использовать. Поэтому это очень интересный вопрос. Вы знаете, в старом городе Иерусалим есть интересная вещь, когда-то я преподавал там в Ешиве. Там есть такое интересное обычае у местных жителей. Дело в том, что знает старый город Иерусалима разделен на четыре квартала. Там есть еврейский квартал, армянский квартал, христианский и мусульманский. Когда к христианскому-мусульманскому квартале живут в основном арабы или христиане или мусульмане, то в армянском армяне, с которого евреи очень весьма дружеские отношения, в отличие, допустим, от мусульманскому кварталу. Так вот, и были там на границе еврейский квартал, армянский квартал стоят друг с другом на границе. У них, естественно, магазины, их маколят, а в шаббат открытый. Они армяне, они не евреи, христиане, и они продают. Так вот, там был такой обычай приходить в магазин, брать, что тебе нужно в шаббат. Допустим, у тебя закончилась кола, тебе нужна кола. Ты идешь к армянину в магазин, берешь колу, и они доверяют, потому что в основном в старом городе еврейском квартале живают люди религиозные, и, скажем так, и очень, скажем так, все друг друга знают глобально. Поэтому все верят. Приходишь, берешь колу, потом у нас в шаббат придешь на спать. Он даже ничего не считает. С другой стороны, можно было сказать, стоп, а разве это не мукцы? Ведь это вещи стоят на продажу у евреев. И стоят на продажу при заходе в шаббат. И этот человек, то есть не хочешь, чтобы кто-то использовал это без того, чтобы кто-то продал это все шло. Казалось бы, почему-то не мукцы, михамадхи, фонкиц. Ответ очень простой. Это еда. А еда, даже если она выставлена на продажу, она в шаббат не становится мукцы, михамадхи, фонкиц. Поэтому, если у кого-то есть свой частный магазин, и вдруг он в своем, и вдруг у него закончилось, у него есть ключи от магазина, и, допустим, там нет сигнализации, то есть у других проблем, аллахи, который может произойти, и вот ему, закончилось у него там кола, там не знаю, что еще, помидоры на салат, вот, и он, у него есть магазин, он может пойти, зайти в свой магазин, открыть его, то есть зайти внутрь, снова, то есть, если нет других проблем, сигнализация и так далее, взять себе колу, там взять это, и она, потому что это не мукцы. Допустим, если у него тарелок не будет хватать, он не может взять тарелок, по причине того, что тарелки не используют обычно, без того, чтобы он продать, по этой причине, они становятся мукцы на хаматке, кислом кислом кислом. Есть еще очень интересная мукцы на хаматке, кислом кислом. Например, у вас в шаббат лежит тарелок, можно ли посмотреть, полюбоваться в сухот, в шаббат, в сухот китрогом? Дело в том, что нельзя, а если у вас тарелки еще лежащие на продажу, то есть, допустим, у человека тарелок лежит на продажу, и у него на продажу, он занимается продажей мацы, то есть, мацу для заповедей. И то, и другое, тоже становятся мукцами хаматкой, кислом кислом, то есть, мукцы за свои ценности, их нельзя использовать. Также с книгами, книги, которые стоят на продажу, их нельзя в шаббат трогать, по причине того, что люди обычно очень сильно, скульпульозно относятся к тому, чтобы книги, которые стоят на продажу, люди не листали, не трогали, или не читали, то есть, почему? Потому что на них остаются пятна, они мнутся с страницей и так далее, и книги, они остаются, то есть, не респектабельными для продажи, поэтому это тоже мукцы на хаматкой, я думаю, что принцип понятен, как это работает, то есть, вещь, которая нечего с этим делать в шаббат, и люди ее оберегают, выделяют особое место, и не доверяют использовать ее, пока она не перейдет в статус, то это все превращается в мукцы, мукцы, есть очень интересная вещь, правда, вы не моили, но вдруг у вас попадется в шаббат, что делать с, дело в том, что нож Мойля, тем, которым он режет, он тоже мукцы на хаматкой, он тоже мукцы за свои ценности, потому что, извините меня, этим ножом по многим причинам Мойль не режет, хлебушек нарезать не будет, и потому что, стерильность, и потому что он хочет, чтобы этот нож был очень заостренный, это все-таки, в конце концов, он немножко не скальпель, он не как скальпель, но он в каком-то смысле скальпель, которым Мойля режет. И дело в том, что вы знаете, что в шаббат можно делать бритмила, то есть в шаббат можно делать бритмила, получается, что нож, если выпадает бритмила на восьмой день на шаббат, то это делают, и это обязательно нужно делать. И по каким образом этот нож можно взять? Для чего? Для того, чтобы исполнить заповедь, несмотря на то, что он мукцы. Все-таки мукцы запрет мудрецов, а тут нужно исполнить заповедь. Когда у нас становится проблема, что нам с этим ножом потом делать? Дело в том, что когда заповедь исполнена, нож возвращается в свое предыдущее состояние. Заповеди больше нет. Он теперь мукца и что делать теперь с этим ножом? Как его вернуть домой? Моэль не хочет оставлять его брошенным? И действительно Таск пишет очень интересную вещь. Что когда человек взял нож для того, чтобы резать, делать обрезание, он может, его не выкладывая из руки, положить и отнести, положить там, где ему надо быть. Дело в том, что это все красиво, замечательно, но это непрактично. Дело в том, что Моэль в конце концов должен после того, как он отрезал, все-таки положить, выложить, положить этот нож из руки своей, потому что он не может продолжать заниматься ребенком, то, что ему надо сделать и дальше. И держать нож в руке, не выпуская, пока он его домой не отнесел. Это, конечно, хорошо галахинчески, но это нереально с точки зрения практики. Поэтому что делать? Есть очень интересный патент Вареля Раба. Он говорит, что отдать этот нож своему, то есть соседу, то, что называется, кому-то другому, чтобы он держал его к эстафету, и тот положит это где-нибудь там на место. Но если вдруг нечаянно положил этот нож где-то, все-таки положил его уже на стол, то если есть опасание, что этот нож кто-то украдет, то можно тоже, Алия Раба написал, что можно положиться на Рама, что не бывает мукцы на пол шаббата, и отнести этот нож. Маршак, Ишмират, Шаббат, Килхата приводят еще один патент. Он уже относится более к теме нашей следующей, то есть основа для запрещенного предмета и разрешенного. Это будет что-то, что мы сейчас будем слушать дальше. Взять этот нож и положить в сумку, где лежат много-много разрешенных предметов. И тогда вместе с этой сумкой, которая будет основой для разрешенных предметов, отнести этот нож, который запрещен. Но тут пристает Равшломузан Баффу и говорит, стоп, 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 стоп. Сейчас мы с вами будем мучить, мы увидим, как так, это проблема по причине того, что Алха говорит, что если есть мукцы на каком-то разрешенном предмете, и нужно этот предмет унести разрешенной, то мукцы нужно встряхнуть с этого предмета. Так по идее, этот нож нужно было вытряхнуть. Как же таким образом унести в этой сумке? Поэтому, то есть он поделал эту проблему, но Равль Ёшев, например, согласился с предложением Маршага. Действительно, многие-многие это делают. Здравствуйте, Мужа. В принципе, нам больше нечего говорить о мукце Нахамадской Сранкис. Она очень такая простая, то есть у него принцип очень простой, не о чем говорить. Сейчас мы перейдем дальше на то, что называется Басис Ледовар Асу, или основа для запрещенного предмета. О чем мы говорим? Мы говорим о предмете, разрешенном абсолютно предмете, на которую положили настоящую мукце. Для чего? Для того, чтобы эта мукца лежала там весь шаббат. И таким образом, это разрешенный предмет, на который положили мукцы, превращается в мукцы. Он сам становится, и эта мукца называется Басис Ледовар Асу, или основа для запрещенного предмета по-русски. Пример. Человек берет деньги и кладет их на стол. То есть, да, перед шаббатом, чтобы они лежали на этом столе весь шаббат. Стол сам по себе мукца не является, что стол можно было передвигать, сдвигать и так далее. Но в тот момент, когда человек положил деньги на этот стол, тогда, когда эти деньги, они мукцы, и он их положил, чтобы они там отдыхали, до-после шаббата, то вот этим вот решением положить эти деньги на стол, человек, в принципе, отказывается от использования этого стола для чего-либо другого. И таким образом, стол превращается в мукцы, точно так же, как эти деньги, которые на нем лежат. И таким образом, даже если эти деньги сдуют или упадут, куда-то посреди шаббата, стол останется запрещенным и переносить его будет нельзя. Так выходит из шуха на руках, так выходит из источника. Окей. Но если человек не собирался, чтобы эти деньги лежали на этом столе весь шаббат, он положил перед шаббат деньги на стол и забыл. А ему этот стол нужен был. То есть, да. А там эти деньги лежат теперь. И он забыл. Из-за того, что человек не, то есть, скажем так, в полном здравии и сознании не превратил этот стол в мукцы. То есть, не сказал, а, пусть лежат там весь шаббат, а по ошибке они там остались, то стол остался в своем предыдущем статусе, не мукцы. И он разрешен для переноса. Но что там нужно делать? Перед тем, как мы переносим стол этот или то, на что мы положили мукцы и по ошибке забыли там у нас шаббат, нужно стряхнуть это дело с предметом. То есть, допустим, деньги со стола. Для того, чтобы они упали в сторону и ногой потом подпихать, куда-нибудь затолкать. Но дело в том, что может быть причинен ущерб тому или мукцы, или с помощью мукцы для чего-либо другого, когда я буду ронять это мукцы со стола, например. Например, вы забыли не деньги, вы забыли на столе телефон. Телефон является, как мы сказали, мукцами мукцы за свои ценности. По этой причине, если бы вы положили телефон на стол с полным чувством, то есть, столком расстановкой, что это там останется на конце шаббата, это стол должен быть мукцами. Вы забыли телефон на столе. Что делать? Вам нужен стол. Вы хотите, то есть, скатер поселить, гостей позвать, а там лежит телефон. Проблема в том, что если вы телефон столкнете со стола, то есть, пойдет на счет переводчика, то у вас очень большие шансы потом потратить несколько сотен шекелей в Израиле, или за границей для того, чтобы починить этот телефон, который сломается или разобьется. Или, например, у вас лежит молоток. Молоток это неплохой пример, потому что молоток можно переносить. Потом объясню как, но это на следующем уроке. У вас лежит, не знаю, камень. Забыли. Ребенок пришел камушки с моря, большие камушки положил, его забыли. А у вас внизу стоят бутылки. Если вы сейчас или что-то там стеклянное, вы сейчас начнете скидывать те камушки, у вас стекло разобьется. То есть, в принципе, у вас есть проблема стряхнуть мукцы, лежащие на этом столе или на этом предмете. Что делать? В таком случае можно перенести стол или предмет, на котором вам нужен, на нем лежит что-то запрещенное мукцы, до того места, где можно это свалить без ущерба или саму мукцы, или тому, куда она упадет, и тогда свалить там. И в этом не будет проблем. Окей? Это, в принципе, принцип запрета, о котором мы говорим. Сейчас мы больше перейдем, скажем так, к примерам и всевозможным, скажем так, особым законом и поворотам в этом законе. Снова, основу запрета мы объяснили, как она работает. То есть, для того, чтобы был запрет, нужно, чтобы человек положил мукцы, полностью сознание в своем, что он положил мукцы на весь шаббат туда. И тогда произошенный предмет превращается в запрещенный тоже и запрещенный становится мукцей. Таким образом, все, что мы сказали, относится, допустим, например, к лептопу. То есть, лептоп поставленный на стол или который положили на книгу, то есть, вы положили лептоп на книгу, вы теперь не можете взять книгу, потому что ваша книга стала мукцем. Если вы положили там навсегда. Или, например, вы поставили дорогие посвечники на поднос. Поднос стал басислидовар асу. Или вы положили какой-то дорогой предмет в сумку, то есть, да, который мукцем. Или, допустим, сейчас вам скажу вещь, которую, наверное, не задумывались, но есть в этом проблема. картошка, сырая картошка, лежащая в ящике. Этот ящик становится мукцем, то есть, басислидовар асу, потому что картошка живая, не вареная, она является мукцем и хамад гуфом. Она мукцем, по собственной суде, потому что с ней нечего делать в шаббат. И она бесполезна, то есть, абсолютно бесполезна. Таким образом, она становится мукцем, естественно, если ее положили в какой-то шкафчик или в какую-то полку, и эта полка для нее, и решили там оставить на весь шаббат, то эта полка превратится тоже в басислидовар асу. Или, например, для дзадаки, то есть, такая вот коробочка для дзадаки, оставленная на биме на весь шаббат, она будет делать биму мукцем. То есть, она делает биму в басислидовар асу. Иногда бывает такая вещь, у вас есть мукцы, вы хотите положить мукцы в шкаф. Что он не мешал, он не лежал, он там, не знаю, телефон, деньги, кошелек, что-нибудь. Положить в шкаф. Но дело в том, что иногда нету свободного места в шкафу. И куда вы это кладете? Вы кладете это на одежду, которая в шкафу. Или гламукцы на одежду. Теперь есть вопрос, что с этой одеждой? Является теперь одежда, на которую положили эту мукца, потому что там места не было в шкафу, становится ли эта одежда басислидовар асу, то есть основой для заключенной вещи и превращаясь сама в мукца. Есть в этом спор, есть подхумнение, это Турайзага, праведа Гидалеви, один из комментариев Туршкану, который говорит, что из-за того, что по факту мукца лягла на одежду с полным сознанием человека, который положил туда свою метану, то эта одежда превратилась в басислидовар асу. Она стала основой запрещенной вещи. Ее запрещено теперь переносить или брать в руки шаба эту одежду, на которую положили. Приехал. С другой стороны, Маген Авраам говорит, нет. Из-за того, что человек изначально не хотел это класть туда, просто у него выбора не было, не было другое место, куда это положить, то в принципе это считается попавшим туда случайно. И таким образом это не превращает эту одежду, то есть на мукца не превращает эту одежду в басислидовар асур и можно это использовать. То есть есть мнение такое и смесь такое, что делаем? Мишна Бурахов Ицхай пишет нам следующее. Он говорит, изначально устрожаем, но если бы шататхак, допустим, это была ваша последняя футболочка и вы сильно вспотели, у вас другой футболочки нету, то это шататхак и тогда вы можете, на ней лежит телефон на этой футболочке в шабах. Что теперь делать? Стряхиваем телефон, достаем футболочку и одеваем, это называется шататхак. Но изначально мы этого не используем. То есть, например, есть вопрос, когда человек решил положить мукцы на какую-то вещь, не на весь шабах, на часть шабах. То есть, на временно. То есть, часть шабата она будет там, а потом ее там не знают, придет какой-то нееврей забирать, например. Вопрос, превращает ли тогда эта мукцы то, на что ее положили, то есть, этот предмет, который вы положили, превращает ли она в баси следового расу. Рабейну там говорит, нет, потому что нет, мукцы лишь хотят шабата. На пол шабата не может сделать. Потому что человек должен для того, чтобы баси следового расу основывали запрещенные предметы и стал мукцей, нужно изначально сделать так, чтобы этот предмет собирался, ты в голове содержал, чтобы он лежал там весь шабат в начале до конца. Но раша считает, что нет, даже в этом случае это баси следового расу. Шурханарух склоняется устрожать, как раша. Мишнабура говорит снова, если сильно надо, нет другого выхода, то можно облегчить. есть еще один спор, наоборот. Человек положил, кто-то положил мукцы посреди шабата в согласие хозяина. Например, приходит какой-нибудь нееврей и говорит, я ваш телефон нашел. Ой, спасибо, хорошо, положите на комод. То есть, да, он положил на ваш комод, теперь что, а вам этот комод вдруг нужно куда-то передвинуть, что он с этим комодом делает, он стал мукцей или не стал мукцей? Стал баси следовар асур или не стал баси следовар асур, если его положили не перед шабатом, а посреди шабата до конца шабата. Тосфот считает, что все то время, пока мукца лежит на этом предмете, который был положен посреди шабата туда, то есть, мукца была положена, то это будет мукца, то есть, да, это будет баси следовар асур. То есть, в тот момент, когда мукца туда внесет, допустим, Гой придет и скажет, ой, извините, это был мой телефон, не ошибся, и он забирает его с комода, то комод снова разрешается, например. Или ребенок взял и взял это, у него сыграться. То есть, да, как бы с комода это ушло, но вот. То есть, тогда, по мнению Тосфа, только тогда это разрешится, этот комод. А Орзаруд говорит, ничего подобного. Никогда, то есть, для того, чтобы вещь стала мукци запрещена, нужно, чтобы до захода шаббата туда легла мукци, то есть, туда лягло запрещенный предмет, мукци, и там пролежало после захода солнца, пока не выйдут звезды. И все, вот тогда он становится запрещенным. Ражбам и Ран сказали, интересно, если человек сказал, например, тому бою положите на комод, за счет того, что придет другой бой и заберет, то тогда это не запрещено. Если же он положил, положите на комод и понимает, что никто этого трогать не будет, и это останется на весь шаббат, тогда это становится басисля-даварасу. На Аллаху Мишнабура сказал, это не будет басисля-даварасу. То есть, если в начале шаббата там не лежало, то запрещаться оно не будет. То есть, допустим, не бой пришел, а вышел ребенок, достал папу, ну, какой-нибудь там телефон, кошелек и так далее, и положил его на стол. То есть, да, стол от этого басисля-даварасу тоже не стал. Окей. Думаю, принцип понятен. Теперь, есть еще одно правило, которое мы видим четко в шурхан-эру, очень важное в определении. Басисля-даварасу может быть, то есть, да, основа для запрещенного вещей с пересвечающейся мукци может быть только тогда, когда эта основа, то есть тот предмет, на который положили, обслуживает мукци. Если же мукци обслуживает предмет, то сам предмет не становится запрещенным. Например, человек положил камень на бочку с вином, как приведено в шурхан-эрухе. Для чего он положил? Для того, чтобы не открывали крышку бочек. В этом случае, или, допустим, положил вату, которая мукци, на кастрюлю сверху для того, чтобы сохранять тепло, то есть, да, еды, которая внутри нее. В этом случае не кастрюля или и не бочка не становятся мукци. Почему? Потому что они не служат для мукци, то есть, они не поддерживают мукци, а мукци пришло обслуживать их. Когда мукци обслуживает разрешенный предмет, то разрешенный предмет не запрещается. То есть, скажем так, идентификацию запрещенности, самоидентификацию запрещенности предмет получает только тогда, когда он тебя самоидентифицирует вместе с мукци. То есть, он, когда он ее обслуживает, он становится как бы предназначен ей, и он самоидентифицируется с ней. Таким образом, он перенимает с нее, с мукци, все ее законы на себя. Но когда нету самоидентификации с мукци, наоборот, то есть, предмет не, ну, он не забирается мукци ничего давать, он забирает от мукци, то тогда мукция, она сама по себе, а предмет сам по себе. То есть у него нет запрета. Теперь, бывает такое, что человек забывает деньги в карманах. Бывает? Бывает. Забыл мукцы в кармане, что делать? Пришел на валюту, все хорошо, засунул руку в карман, а там деньги. Или там другая мукца, например, брелок от автомобиля. Сегодня брелки от машины, в котором ключи находятся. Просто нажимаешь и выскакивает ключ. То есть он же и открывает, он мукца. Он сам настоящий мукца, причем мукца михама хисрон тис. И человек там забыл. Понятно, что он там забыл, он изначально не положил. Таким образом, если он это не положил, а забыл, то это, как мы сказали, не является басислидоварасу. Но, чтобы он не ходил дальше с мукцей, ему нужно эту мукцу выкинуть оттуда. То есть как-то ее вытрусить оттуда. Но проблема, человек может, скажем так, стесняться. Ну, как бы не очень ты себя чувствуешь, когда ты стоишь посреди синагоги, начинаешь вытрухивать из карманов деньги в шаббат или брелки от машины. Или наоборот. Он боится, что люди увидят это, то упадет. И кто-то, скажем так, человек, который на шаббат будет не очень... Скажем так, в шаббат и поживиться деньгами, которые выпали, ему деньги будут, скажем так, более нужны, чем шаббат. И он может это украсть. То есть человек не полагается на то, что вещь не пропадет. Что делать в этом случае? В этом случае можно, из-за того, что будет эфсет, то можно пойти в место, где, скажем так, эта вещь сохранится, и высыпать это туда. То есть вытрусить это туда, в том месте, где мукцы нечестно не произойдут. Окей. Но если человек собирался положить деньги или мукцы в карман одежды, например, в пиджак, то в пиджак этот не буду в шаббат одевать, скорее всего, а пусть там они лежат, там, не знаю, положил туда, там, я в будний день на работу. И вдруг ему в шаббат понадобился этот пиджак. Что делать? Можно ли одеть этот пиджак, можно ли вытрусить деньги и так далее. Окей. Здесь очень интересная вещь. Если сама одежда является стенкой для кармана, например, как в рубашке, то есть, да, в рубашке у вас есть чая, то есть рубашка, она задняя стенка кармана, тогда вся рубашка становится боси следовара особ. Вся рубашка становится мукцем. И больше уже, и эту рубашку уже носить и трогать нельзя. Но если у вас карман, то есть, не когда одна, то есть, сама одежда со стенкой кармана, а карман пришит, карман пришит, то есть, к одежде, например, как в штанах. То есть, в штанах у вас, смотрите, у вас штанах карман, он отдельный, но он просто пришит, то есть, как бы в той дырке, которая сделана в штанах. В этом случае карман сам по себе, а одежда сама по себе. Карман, да, стал боси следоварасу, то есть, да, он стал базой для запрещенного, то есть, основой для запрещенного предмета, мукцы, например, деньги, там, брелок, то есть, машины. Но сами штаны ими не стали. И штаны можно одевать, только нужно каким-то образом, не трогая карман, вытряхнуть эту мукцу. Окей, готов. Я думаю, что с принципами боси следоварасу, то есть, что такое основа для запрещенного предмета, мы пользуемся. Теперь мы зайдем в один аспект, когда, и это чаще всего происходит, когда у нас что-то, он является боси следоварасу, выдоварамутан. То есть, когда какой-то предмет, он является основой, и на нем лежат и разрешенные вещи, или в нем лежат, и запрещенные, допустим, на полке, на столе, в ящике стола и так далее, так далее. Что в этом случае? Как работает закон? Шурхан-Гурт пишет следующее. Клище шалабдаварасур выдавархамутану. Мутан ли тальтыло? То есть, да, вещь, то есть, предмет, на котором, то есть, предмет, на котором есть запрещенная вещь, и разрешенная в шабатыч, его можно переносить. Кигон, как? Шидаварамутар хашуми даварасур. То есть, тогда, когда разрешенный предмет важнее запрещенного, а валимдаварасур хашуми у терминдаварамутар ботелит слово асурит оттуда. Но в случае, если запрещенный предмет, то есть, когда запрещенный предмет более важен, чем разрешенный, то тогда разрешенный аннулируется по отношению к запрещенному, и запрещено переносить, и все превращается в басис, следавар, асу. То есть, база для запрещенного, основа для запрещенного предмета. Тут, кстати, предмет. То есть, принцип такой. Если у меня лежит что-то разрешенное и что-то запрещенное на основе, то решается все потом, что важнее. А если одинаково? Если одинаково, то сэфат шават бейтмир и мишнабура сказали, тогда они оба одинаковы, и тогда это запрещено. Бейтмир говорит, потому что... Хайя Адам сказал, это явно видно из шурхана рука. Шурхан Аровух, из-за того, что он написал вначале разрешено, то есть, что разрешенное разрешено, то если разрешенное более важное, то разрешено, и не написав обратного, то есть, что если этого одинаково, то из этого выходит, что только когда разрешенное более важное разрешено, в любых обратных случаях запрещено. Окей. И практически выводы из этого. Например, поднос, на которого вывали мукцы, то есть запрещенные вещи, и разрешенные, которые не являются мукцами. Если в тех глазах человек мукцы намного более важны, не знаю, там, ключи от машины, брилки от машины, деньги и так далее, запрещенные вещи, разрешенные, не знаю, там, жвачка, компетка, то в этом случае понятно, что и сам поднос становится запрещенной вещью. То есть нужно бросить следовая расу. И точно наоборот. Например, там лежат халы и так далее, и лежит как-нибудь 50 огородов, то понятно, 50 огородов, против хал, они ничего. И отсюда мы переходим к вещам, которые связаны со свечами на столе. Очень часто люди ставят на стол свечи, подсвечники и зажигают их на столе. И сейчас задается вопрос, можно ли после этого передвигать стол? Или, например, эти подсвечники ставят на поднос? Можно ли потом передвигать поднос? Дело в том, что вы хотите поменять скатник на шаба. Можете вы это передвигать? И это не такая же простая вещь. Поэтому не советую ставить на стол свечи. Дело в том, что если лежат халы, например, на этом подносе, или на этом столе лежат халы вместе с подсвечниками, и подсвечники, допустим, вам вспомнили дешевого материала, то тогда нет проблем. Халы более важны для солдат шаба, чем подсвечник. Таким образом, можно стол потом переносить или подносы. Но дело в том, что если, например, мы говорим о серебряных подсвечниках, серебряных, не из, по-моему, дешевого металла или дешевого фото-материала, а серебро. Серебряные подсвечники – штука дорога. И человек очень-очень сильно заботится о них, чтобы, не дай Бог, к ним что-нибудь не произошло. Таким образом, по многим мнениям, серебряные подсвечники переходят в статус мухцами хамат кисрон кис. Это мухцы из-за кисрон кис, то есть, да, и таким образом они всегда важнее, чем халы. Потому что человек, допустим, к ним относятся более важно, чем халы. Халы – это халы, а серебряные подсвечники – это серебряные подсвечники. Таким образом, они превращают, по многим мнениям, поднос или стол в басис ледовара-осу. И когда его нельзя передать, тогда невозможно будет скаперть менять, потому что все это стоит на скаперте или на подносе, поднос переносит. Делают проблемы. Делают проблемы, смотря, хотя Раби Акиви Игер написал, что даже если, по-моему, то есть, эти подсвечники серебряные, они все равно кличем ляфту ляйсу. Кличем ляфту ляйсу – это предмет, который используется для запрета. И мы учили, мы будем учить, точнее, не учили, мы будем учить на следующем уроке, что кличем ляфту ляйсу, то есть, предмет, который используется для запрета, но можно использовать и для других вещей разрешенных. Я не буду сейчас входить, то есть, можно объяснять более глубоко, вопрос нужно пока принять, то его можно переносить лицорогуфом, лицорогуфом, то есть, да, или ради использования его для разрешенного действия, или ради места, которое оно занимает. Итак, Раби Акиви Игер разрешил бы серебряные подсветники при ней переносить. Но, но, как я сказал, фазу нынешил купюсер, и многие другие предсходят, что вот, считают, что ничего подобного. Серебряные подсветники нет другого, никакого другого материала дешевого. Серебряные подсветники, они являются мукцем Мухаммад Хасранкиз, и с ним большие проблемы переносить. Поэтому, если у вас есть возможность не ставить подсветники на стол, а ставить где-то рядом со столом, то это лучше. Окей. Есть очень интересная вещь. Допустим, у вас есть стол, а на ваш стол положил мукцы не вы, а кто-то другой. И он решил оставить там. А это ваш стол. Допустим, вы живете в общежитии, в Ешиве, не знаю. И вы, у вас есть напарник, то есть, да, у вас есть сосед по комнате, и он на ваш предмет, на вашу книжку положил телефон, или на ваш, там, не знаю, футбол, который вы встали на столе положил мукцы. Можете вы ли использовать футболку? Рома пишет, так вы приводите на бурак, что человек не может запретить чужое. Дело в том, что если это чужое, это не его, он не может тем, что он положил свою мукцию, оставив там, решил, что он лежит там до конца шаббата, запретить вещь, которая ему не принадлежит. И поэтому можете этим пользоваться. Так, сейчас мы немножко поговорим о дверях. Дверях, я объясню почему. Дверь, шкафа или холодильник, у которой есть пол прикрепленных к двери, и на ней лежат мукцы. Бывает, в шкафу лежат мукцы. Или в холодильнике мукцы стоят, которые использовать нельзя. Шмират Шаббат пишет, что сама дверь из-за этого не превращается в басис-ледоборадцу, что он не может теперь нельзя двигаться. Почему? Потому что у самой двери есть важность сама по себе. То есть, да, она является основой шкафа, без нее невозможно шкаф открыть и закрыть. И она для разрешенного действия. Таким образом, мукцы не аннулируют ее, не запрещают. Но, говорит Шаббат Килхата, желательно до шаббата все мукцы с дверей, холодильника или шкафа убрать. Есть интересная вещь по поводу, я не знаю, у кого-то есть сегодня или нет, раньше это были в некоторых кухнях, некоторых еще осталось. Когда есть одна из дверей, то есть, да, в шкухонных шкафах, к ней прикреплено мусорное ведро. И дело в том, что мусорное ведро, там мусор, мусор мукцы, как известно, то есть, да. И вопрос, если вот эта вот дверь из-за этого мусорного ведра тоже превращается в мукцы, что нельзя открывать шаббат. И, да, если это, то есть, если, да, кроме мусорного ведра, там еще пару вещей есть, которые разрешены, то тогда дверь не становится мукцей, ее можно открывать в шаббат тоже. В случае же, если это только для мусора, для мусорного ведра, тогда это будет проблема. Но обычно, сегодня почти такого нету, и обычно там еще какие-то полки есть, пакетики можно положить и так далее, и так далее, и решить эту проблему. Окей. Давайте дальше. Есть еще одна вещь, есть еще одна интересная вещь, то есть, это по поводу басис ли клиши милахтолиису. То есть, да, есть, мы сказали, есть разные виды мукцы, то есть, все хорошо, когда у нас мукцы Махамат-Киев, когда у нас мукцы Махамат-Гуфо, когда это по своей сути мукцы, другие и так далее. Но на следующем уроке мы будем учить про клиши милахтолиису. То есть, предмет, который используют для запрета, он тоже вид мукцы, но у него есть особый закон. Этот закон говорит, что этот предмет можно переносить ради его использования разрешенного, или если мне нужно его место. И теперь вопрос, если я такой пример, молоток, например, положил на стол, делает ли это запрещенным стол передвижением? То есть, можно ли переносить стол? Минхат-Шаббат пишет от имени Шот Якова, что стоит здесь облегчить, из-за того, что клиши милахтолиису не совсем мукцы. Таким образом, он не делает мукцы тот предмет, на котором он лежит. Тогда, как делал и Давид Варуха Шулкан считает, нет, как минимум баси следовар асур, то есть, да, то есть, этот предмет, на которого положили, этот молоток, то есть, это клиши милахтолиису, становится как минимум таким же, как этот предмет. То есть, молоток можно передвигать для того, чтобы, если нужно его место, или нужно его использовать для разрешенной вещи, допустим, молотком орехи пробить, то тогда и с этим столом то же самое. То есть, если мне нужно его место, то я его передвину, или если мне нужно его использовать, то тоже его передвину, а все остальное место, время, он будет мукцы, то есть, будет запрещен. И тут очень интересно, у галактических теоретиков мнения очень сильно разошлись по этому делу. Примагадин, например, сомневался в этом законе, но в конце концов исполнялся к разрешению. Шмиратча Баткилхадабра просто два мнения привел в суд. То есть и запрещающие, разрешающие, когда Минухата облегчил. Поэтому тот, кто хочет облегчить, у него есть на кого положиться, нет. И вполне спокойно он может это делать, хотя можно устрожить. И тот, кто устрожит, на него спустят. Окей, и мы сделаем заключительный аккорд по поводу нашего басы следовара Ассур. Поговорим за все-таки за тот несчастный стол, который он на мужа на него что-то не кладет. Но теперь мы поговорим не совсем о его ящичке. Есть у стола, есть ящик. А в ящике лежат мукцы. Там всякие ручечки, там всевозможные вещи, которые деньги, кошелек, кредитные карточки, документы. Мукцы. Теперь. Что с этим столом? Если можно, если возможно вытащить эту ящик полностью из стола, то тогда стол превращается в ассист, то есть в основу для всей, для этой полочки. И он превращается тоже в мукцы. И тогда из-за этой полочки, из-за этого ящичка, в котором лежат мукцы, который этот ящик можно вытащить. А так его стали, то есть он остался в мукцы до шаббата, он превращает весь стол в мукцы. То есть басы следовара Ассур и запрещено использовать. Но если ящик не вытаскивается до конца, то есть он там стоит, но он не вытаскивается, но всегда там, когда он прикреплен, там без возможности его вытащить, то у него закон точно такой же, как у кармана у штанов. И таким образом сам ящик открывать нельзя. Он басы следовара Ассур, то есть он основа для запрещенной участики, для тех мукцев, которые в нем. Но стол переносить можно, потому что стол не запретился, потому что ему этот карман, он ему по стоку посходит. То есть это полк, это по стоку посходит. Так выходит межнабуна. Но нужно стоит знать, даже если у нас стол или какой-то предмет стал басы следовара Ассур, то есть басы для запрещенной вещи, его нельзя переносить, но можно за ним есть, учиться без того, чтобы его двигать. То есть использовать его по значению можно, главное не передвигать. А также можно его удлинять и укорачивать, допустим, то есть стол без того, чтобы сдвигать, можно делать более длиннее или короче. Главное, чтобы не двигать руками ту часть, на которой лежит мукция, то есть чтобы это не трогать. И снова, если, допустим, у этого шкафа есть ящики, то есть да, и в этих ящиках нет мукции, то есть да, просто ящики, то, ну, сам стол стал запрещен, у него телефон положили, деньги положили на шаббат, но у него есть ящики, где нет запрещенных вещей, то эти ящики не запрещаются. Сама столешница запрещена, а ящики внутренние нет, ими можно пользоваться. Вот, например, у нас стоит дома, в нашей комнате стоит вот этот вот, ну, знаете, я не знаю, как это называется, трюмо или не знаю, то есть там, где стоит зеркало, там стоят эти духи жены, там так далее, разные вещи. И там я оставляю телефон, он там лежит и так далее, допустим, столешница. Внизу есть ящики у этой штуки, и в одном из ящиков лежат мои типы, там шаббатни, то есть там часы лежат, то есть которым можно пользоваться. Я могу пользоваться, то есть я не могу сдвигать саму этот рюмок, потому что там лежат муксы сверху, но я могу открывать ящики, в которых муксы никакой нет, допустим, лежат мои типы или лежат мои часы. То есть я могу это делать. То есть на этом мы сегодня закончили, то есть мы обхватили, много было очень технических вещей, но в принципе мы обхватили два вида муксы. Муксы мухамадхисрумкис, то есть муксы, которые становятся муксами из-за своей ценности и особого отношения, которое люди выдержают к нему, и басислидаварасул, основа для запрещенного предмета, со всеми законами и, скажем так, ответвлением этих законов во все стороны. На этом мы урок заканчиваем. На следующий уроке с Божьей помощью мы поговорим о клише милахтолиису, то есть предмет или инструмент, с помощью которого делают запрещенные действия и его законы. Я тут вижу, есть чат. О, это ведь чат. Можно ли смотреть на коллекцию марковых фотографий в альбоме? Фотографии в альбоме смотреть можно, а коллекция марок, в принципе, они как картины, то есть если постоянно вытаскивают шаббат, то можно. Сами марки вытаскивать нельзя. Можно коллекцию марки рассматривать шаббат, в принципе, да, это как альбом. Проблема с маркой, которую клеят на этот, на конверт, тогда коллекция марок, тогда марка, она становится как деньги. И у нее такая проблема, а когда клеят, то есть не клеят, а когда делают альбом, то для того, чтобы смотреть, смотреть шаббат, любое время, человек использует это. Тов, на этом мы заканчиваем. Для тех, кто смотрит запись, шалом, то есть я выключаю запись.